В Таловы состоялся всероссийский турнир по самбо памяти уроженца поселка. Когда-то председатель Воронежского облдума Юрия Титова. Проводят его с 2008 года, но сначала это были соревнования областного уровня, затем межрегиональные, и вот с этого года всероссийские. Теперь этот турнир в постоянном спортивном календаре России. В Талову приехали лучшие борцы из 13 регионов страны и даже Республики Казахстан. Репортаж Ларисы Кончаковой. Всероссийский турнир для Воронежской области – событие неординарное, а для небольшого райцентра Таловая вообще редкость. В последний раз соревнования такого высокого уровня проводились в нашем регионе в далеком 89-м году. С появлением в районах новых фоков теперь созданы условия для встречи борцов со всей Россией. И не только. Побороться с лучшими самбистами из трех федеральных округов изъявили желания спортсмены из Казахстана. Из 13 юных казахов по-русски говорят лишь двое. Но это, признается, нисколько не мешало им показывать в поединках свое мастерство. Все супер. Мне понравилось очень. Россия, они хорошо борются. Надеюсь, что я еще подкачаюсь и приеду еще раз в свой город с победой. На трех коврах борются спортсмены из 13 регионов России. География соревнующихся обширная. Пенза, Астрахань, Калуга, Рязань, Краснодар, Липецк, Тамбов. Из Нижнего Новгорода, где самбо считается одним из приоритетных спортивных направлений, приехали три юных борца. Но поездка расстоянием 700 километров, говорят, стоила того. Ибрагим Картоев объездил уже полстраны. Встречаться с сильными соперниками не привыкать. Сегодня в его копилки наград привавится еще одна медаль. У меня есть короноприемы, где-то 4-5 короноприемов. Выиграла из-за того, что самоуверенность была, техника хорошая. Тот разминался конкретно, разогрелся к этому бою, настраивался в себя, не расслаблялся. В Воронежской области самбо занимаются в 19 районах. Одной из сильных школ по подготовке борцов всегда считалась Таловская. На всероссийском турнире местные спортсмены показали достойный результат и в общем зачете по количеству наград заняли четвертое место. Борьба такого уровня, говорят, обязательно запомнится надолго. Придется мне поработать еще над движением и, скорее всего, над партером. Мне придется еще поработать, чтобы больше выигрывать. В России, в общем-то, все регионы охвачены самбо. Практически во всех регионах самбо есть. Кроме того, я вам скажу, что последняя информация Сергея Владимирович Елисеев, президент Всероссийской Европейской Федерации самбо, добился того, что самбо теперь будет включено в программу школы и даже будет, возможно, включено в программу ГТО. Самыми сильными самбистами России оказались представители Белгородской и Саратовской областей, а также Краснодарского края. Именно в этих командах больше всего призеров. Турнир памяти Юрия Титова с этого года будет постоянно носить статус Всероссийского и войдет в спортивный календарь нашей страны. Лариса Кончакова, Вести, Таловая.